Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Извините меня, Юлия Михайловна, хотел бы сказать вам что-то более утешительное, но надежды на то, что вы выздоровеете, не очень много. Так что я бы на вашем месте подстраховался и составил завещание, сказал хирург бледной темноволосой женщине. И с грустью подумал о том, что мир переменчив. Еще недавно по телевизору показывали эту сероглазую, невысокую миниатюрную красавицу почти каждый день. Предпринимательница не жила ради денег, хотя их было у нее много. И в новости попадала потому, что широко занималась благотворительностью. То выделит фонд спонсирования для малоимущих семей, то поможет приюту для животных. Зарплаты в ее компании были самыми высокими в городе. И главное, на редкость стабильными. И все же несправедливо бывает жизнь. Почему именно ей суждено прожить немного, подумал Иван Геннадьевич. Сколько раз на глазах хирурга выживали куда менее достойные люди. Даже бандиты, воры. Но жизни этой прекрасной женщины не суждено было, увы, длиться долго. Ей помог бы разве что Александр Петрович. Да тот давно подался в отшельники. Никто и не знает, где его искать. Ушел из профессии на фоне личной трагедии. К тому же неизвестно, справился ли бы он после длительного перерыва в работе. Так что хирург не стал рассказывать о легенде предпринимательницы. Обнадеживать – плохое дело. Спасибо вам за честность, сказала пациентка. Знаете, надежду не стоит терять. Все под Богом ходим. Каких только чудес не случается. И в моей практике они были. Главное, чтобы было ради чего и кого жить. «Подумайте о том, что вам дорого. Вы ведь очень хороший человек. Наверняка вас все любят». С этими словами хирург вышел из палаты. Когда Юля осталась одна, она заплакала. «Правда. Для кого? Для чего ей жить?» «Конечно, от нее зависят рабочие места сотрудников. Кое-кто из людей, которые у нее в подчинении ей благодарен, но не более того. Если ее не станет, вряд ли будут сильно переживать. Просто найдут другую работу». Большая часть подчиненных и вовсе подозревала Юлию в том, что у нее есть какой-то богатый тайный покровитель. Впрочем, она не сердилась. Если женщина-руководитель молода и красива, про нее часто распускают такие сплетни. Люди упорно не хотят признать то, что некоторые все-таки могут разбогатеть благодаря собственным усилиям. Не было у нее никаких покровителей. И богатство не свалилось ей на голову ни с того ни с сего. Конечно, доля удачи и везения была, но потрудиться пришлось. Так кому же она нужна? Кто ее ждет? Муж Михаил, как она выяснила только сейчас, когда ослабела, не очень-то ее любил. Слишком уж часто спрашивал о завещании. Она даже подозревала, что у него есть любовница. Потому что, когда он приходил ее навещать, часто отвлекался на какую-то переписку в телефоне, даже не стесняясь жены. Улыбался при этом, как кот, который объелся сметаной. А когда Юля спросил его, мол, чего смешного в том, что я тяжело больна, соврал, что просто нарочно разыскивал какие-то анекдоты, чтобы ее развеселить. И даже глазом не моргнул. Скорее всего, так было всегда. Просто она посвящала все время работе, не замечая очевидного. Жаль, что она послушалась Мишу и не стала усыновлять ребенка из детского дома, как планировала. Так уж сложилось, что сама никак не могла забеременеть. А ведь, собственно, ради этого она и вышла замуж. Михаил казался ей надежным. Не надо было слушать мужа, который отговаривал от процедуры усыновления. Может, тогда этот ребенок полюбил бы ее. Хотя неизвестно. Говорят, бывает по-разному. И родные-то дети и родители не всегда в восторге друг от друга. Что уж говорить о приемных. И все-таки, она бы хотела стать мамой вопреки всему. Юля бы отдала ребенку всю свою любовь. А уж малыш бы сам решил, любить ли ее в ответ. По крайней мере, это точно было бы лучше, чем вкладывать все силы и нежность в равнодушного и циничного мужа, который всегда только соревновался с ней и завидовал. Миша искренне считал, что жена совсем не заслужила свалившихся на нее богатств. Ей просто повезло. Потому что у женщин легонький умок. Да уж. Вкладывать силы в Михаила все равно, что обогревать дом без окон и без дверей. Никакого толку. Только дрова переводить. Но почему она не понимала этого раньше? Когда-то Юля считала Мишу перспективным. Они познакомились, когда у нее только-только пошла первая волна успеха. Михаил работал у нее личным водителем. Казался честным, доброжелательным. Даже переживал за нее. «Юля Михайловна, вы слишком много работаете. Не стоит так убиваться. Вы молодая, красивая. А люди все равно, как сплетничали, что вам все легко достается, так и будут продолжать. Подчиненные всегда недовольны», — говорил он ей. И предлагал даже чай из собственного термоса. Кормил собственноручно приготовленными бутербродами. «Спасибо тебе, Миш, но я просто не могу иначе. Если что-то делаю, всегда стараюсь, чтобы получилось как можно лучше», — объясняла она. Юля выросла в многодетной, бедной семье. «Причем случилось так, что была она первой и самой старшей. Ее братьев и сестер мать родила уже во втором браке. Вообще вся жизнь с детства складывалась как-то глупо, несуразно. Родной отец обеспечил ее и маму квартирой, а также оставил сбережения. И это при том, что мать его никогда не любила. А бросила, как только встретила второго мужа, с которым действительно была любовь. А вот Юля очень любила отца. И говорила ему, когда родители расставались при разводе, что хочет остаться с ним. Не хотела его бросать. Папа же ответил, что не сможет ее воспитывать, потому что очень переживает из-за разрыва с матерью. И жить вообще не хочет. К счастью, хотя бы не наложил на себя руки. Просто попал в автокатастрофу и его не стало. Он работал шофером и внешне был похож на Михаила, Юлиного мужа. Такой же усатый, крепко сбитый брюнет с пронзительными карими глазами. Большими, выразительными, почти как у женщины. Юля сердилась в детстве на папу. Но почему он ее предал? Квартира и деньги никак не помогли ей избежать понуканий и издевательств от отчима, матери и родных братьев и сестер, которые потом родились. Почему-то именно Юля была самой крайней. Мать чуть ли не молилась на этого дядю Петю, который велел девочке называть себя отцом. А поскольку она никак не соглашалась, лупил ремнем. На ней лежала вся домашняя работа. Родные братья и сестры считали ее вторым сортом. Даже с подачи отца придумали такое издевательство. Съедали первыми все конфеты, а ей давали обертки. Мол, пусть коллекционируют красивые же картинки. Сестры-близнецы Лена и Маша отбирали у нее игрушки, когда ломали свои. А еще, если Юля давала им поносить свои платья, рвали их и пачкали. И потом жаловались отцу. А тот наказывал ремнем. С братьями вышло еще хуже. Они ломали статуэтки, которые Юля делала в керамическом кружке в школе. Они ведь были такие красивые, даже занимали призовые места. Статуэтки животных и людей в русском стиле казались живыми. Напоминали о счастливом детстве в деревне с бабушкой и папой. Мама Юлю никогда не защищала. Говорила ей. Ты ничего не понимаешь. Надо уважать отца. Он крепкое плечо. Глава семьи. На нем все держится. Без мужчин нельзя выжить. Думаешь, легко найти хорошего мужа? Юля тогда уже была подростком и многое понимала. И потому спросила маму. А что хорошего в дяде Пете? Он хитрый. Просит тебя продать квартиру, ипотеку взять и обменять на большую таким образом. Но у него-то ничего нет. И денег он на нас старается не тратить. Сказала Юля. Да нам тяжело ютиться в трехкомнатной квартире. А твой отец просто заботится о нас. Что касается денег, нельзя только их количеством измерять человека. Да, у него не так-то получается зарабатывать. Но надо быть духовным. Любить человека просто так. Говорила мать. И как Юля ее не отговаривала, все же последовала настойчивому совету мужа. Продала квартиру. Вложила остатки сбережений, оставленных отцом и бабушкой Юли. Отдала все это в счет ипотеки, которую отчим оформил на себя. Потом несколько лет сама же и платила банку, работая на двух работах. Все домашнее хозяйство было при этом на Юле. Дядя Петя же расстроился, что жена постоянно торчит на работе и перестала ему уделять внимание. Да и вообще, стала какая-то нерадостная, незажигательная, наряжаться перестала, да в целом поблекла. Он, недолго думая от печали, завел себе новую заснобу. И та надоумила его развести с женой после того, как ипотека будет погашена. Вот так и вышло. Мама работала на своего идола. А в итоге они остались в меньшей и худшей квартире без сбережений. Алименты дядя Петя решил не платить, он же духовная личность. И ему было неприятно, что от него ждут денег. Так что свое крепкое мужское плечо он унес другой, которая заглядывала в рот, ценила и вдохновляла. Впрочем, и ту разлучницу он тоже потом бросил, когда она родила парочку детей. Так рассказывала мама. Видимо, вошел во вкус и понял, как брать от жизни только самое лучшее. «Юленька, прости меня». Мама сказала это уже перед смертью. Из-за постоянной усталости не доглядела на работе и получила тяжелую производственную травму и инвалидность. Юле пришлось в 18 лет выйти продавцом и тянуть на себе двух братьев и двух сестер. Они при этом ехали на ее шее и еще по привычке погоняли. Говорили, что готовит, она не так убирается, не так. Юля попробовала приучить их к домашней работе, но получалось это плохо. Увы, братья и сестры пошли в дядю целиком и полностью, искали легкой жизни. И перевоспитать их как-то не удалось. Сестры быстро выскочили замуж, а вот с братьями пришлось долго возиться. Младший Вовка чуть не спился от того, что жизнь не соответствовала его ожиданиям, а Генка, который был чуть постарше, попал в плохую компанию. И Юле с огромным трудом пришлось его оттуда вытаскивать. На фоне всех этих проблем она пахала как последняя лошадь в колхозе и даже больше. Хозяин магазина, заметив ее рвение, предложил стать управляющей. А уже затем она открыла свои точки. Даже запустила производство со временем. Вот только когда очнулась от всего этого дурдома и непрестанной пахоты, оказалось, что ей 32 и она абсолютно одинока. Братья и сестры вели себя как неродные. Она им помогала. Но они были всегда недовольны. Считала, что могла бы от себя отделить кусок и побольше. Сестры вообще говорили, мол, наверное, мать тайком оставила ей какие-то деньги, а она их себе присвоила. В общем, все было обидно, неприятно и сложно. Сплошной труд. Никакой благодарности. На фоне всего этого единственным светлым пятном был жених, Юра. Когда Юле было 18, он предлагал жениться на ней и вместе тянуть воз. Юля любила его со школы, как и он ее. Но вот мать Юрия вообще не пришла в восторг от идеи сына и чуть не поколотила Юлю, когда обо всем этом узнала. «Так и знай, нищебродка, я не дам тебе испортить жизнь моему сыну. Твоя мамаша нарожала, как кошка, и умерла. Но это не твои проблемы. Отдавай весь этот табор в детский дом, если родной папаша не собирается помогать», сказала Светлана Александровна. «Нет, я не могу так поступить. У них, конечно, не очень хороший характер, но в детдоме братья и сестры окончательно испортятся. Но кто из них вырастет? Они же не виноваты, что родились. Но в одном вы правы. Не стоит портить жизнь вашему сыну. Я люблю Юру и хочу, чтобы он был счастлив. Конечно, он не заслужил такой судьбы. Буду одна тянуть крест», расплакалась Юля. На самом деле, она так никогда бы и не сказала, но видела, как Юру обнимает соседка, голубоглазая блондинка. И он вроде бы тоже улыбался в ответ и был не против. Может быть, если бы Светлана Александровна сказала категорическое «ФИ» в другой день, все обернулось бы как-то иначе. Но тогда Юля была очень расстроена и решила, что нечего ждать, пока Юра найдет себе более простой вариант. Она сказала ему, что полюбила другого. И пора поговорить об этом, пока не поздно. «Прости, но он более обеспеченный, а мне нужен именно такой». Сердце Юли обливалось кровью, когда она говорила ложь. «Ну, я же люблю тебя. И моя мама готова принять тебя в семью. Вместе в любом случае будет легче, мы все преодолеем». Юля знала, Светлана Александровна всегда хорошо умела лицемерить. Не важно, что она наплела сыну, но ей-то ясно дала понять, что жизни не даст. Да и не очень-то она нужна Юре, раз обжимается с другой. Все эти мужчины похожи. Так что, если она даже не уйдет сразу, начнет изменять потом и будет еще больнее. Измученная девушка рассуждала тогда, как юная бабушка. Слишком много невзгод выпало на ее долю. Так и получилось, что уже намного позднее она вышла замуж за Мишу, который казался понятным, стабильным и, главное, очень хотел детей и вроде бы заботился о ней. А Юра, как она знала, женился потом на той самой Марине. Так что, в итоге, она, наверное, все сделала правильно. Мать его, Светлана Александровна, умерла. И хорошо, что Юру кто-то любит. Он хороший человек. Юля была рада, что хотя бы у него сложилось лучше, чем у нее. Если любишь человека, желаешь ему счастья, пусть и не с тобой. А она любила его. Возможно, даже до сих пор. В каждый момент жизни она старалась поступать как-то правильно. В итоге же, годы жизни каким-то образом пустила коту под хвост. Никому она не нужна и никто ее не любит. Жить особенно и нет смысла. Ладно, надо принять судьбу. Не всем суждено жить счастливо. Подумала молодая женщина и решила, что не стоит откладывать запись видеозавещания для всех, кто был ей в этой жизни хоть как-то дорог. А была ли взаимность хоть в малой степени не стоит разбираться. Она людям не судья, да и поздно уже что-то менять. Юля дождалась, пока слезы от накативших воспоминаний высохнут, нанесла легкий макияж. Подумала, что скорее всего это последнее видео и пусть люди запомнят ее красивой, уверенной в себе. Она записала завещание для сестер, братьев и мужа. Больше некому было оставлять деньги и имущество. Ни одного человека, который бы ее по-настоящему ценил. Что ж, она хорошо руководила предприятием и плохо собственной жизнью. Видимо, такой итог можно было сейчас подвести. Теперь делать больше нечего, так что Юля принялась отправлять записанное на видео завещание. Когда все было готово, уснула мертвым сном. Какие-то нечеловеческие усилия потребовались для того, чтобы смириться с тем, что она умирает и нельзя заново прожить жизнь или хотя бы что-нибудь исправить. Жаль, что судьба помогла ей перезагрузить свои мысли только сейчас. Когда Юля уснула, ей почему-то снился Юра. Сон был радостный, цветной. Они были молоды, счастливы, беззаботны и верили, что проживут вместе всю жизнь. Юра нес на себе ее тяжелый ранец и на сэкономленные деньги тайком от матери пригласил в кафе мороженое. Все было так, как много лет назад. И Юле хотелось умереть в этом сне, который показывал события из далекого прошлого. А что, она же разобралась с делами. И как было бы славно теперь просто никогда не проснуться. Она, тем не менее, проснулась поздно ночью. Решила проверить, отправлено ли все завещания. Конечно, она точно помнила, что все сделала, но, как у гиперответственного человека и руководителя, осталась привычка все перепроверять на свежую голову, да еще и не по одному разу. Она зашла в отправленное и вдруг заметила, что одно из видеозавещаний ушло совсем не тому адресату. Хотела отправить младшему брату, а в итоге Юля протерла глаза, надела очки и ахнула. Как же она умудрилась отправить завещание Юре. Ах, да, его же адрес начинался с тех букв, что и у брата. Юра поздравлял ее каждый год с днем рождения и Новым Годом. Вот адрес и сохранился автоматически в книжке. Видимо, компьютер собрал подсказку по первым буквам, а Юля взяла да и отправила. Что ж теперь делать-то? Ну, не будет же она звонить ему ночью и говорить, что ошиблась. Юля написала письмо, мол, прости, это я хотела брату написать, а тебе отправила случайно. Затем она отправила видеозавещание по верному адресу и хотела еще немного поспать, но как-то не получилось. Расстроилась. Юля совсем не хотела, чтобы Юрий знал о ее тяжелой болезни, да и на похороны ему незачем было приходить. Она хотела остаться для него лучиком света, прекрасным воспоминанием о первой любви, вечной, юной, смеющейся девушкой, а теперь все испортила. Да уж глупо получилось. Юра же звонил ей всего месяц назад, сказал, что ему приснился плохой сон, спрашивал, чем помочь. Она тогда, как только что, пережила неудачную операцию, но соврала, что все нормально. А когда он случайно услышал голоса медсестер, обманула, что просто решила немного подправить форму носа. Он еще сказал тогда, Юль, да зачем тебе это все, ты и так идеальна, а делать пластику опасно для здоровья, пожалуйста, береги себя. Ну, знаешь, я не молодею, так что иногда надо что-то и подкорректировать. Она тогда деланно рассмеялась и градила еще какую-то подобную чушь о том, что хочет оставаться вечно молодой. Потом повесила трубку и почему-то разрыдалась. Почему просто не сказала, что немного приболела. Так уж Юля была устроена. Чем хуже ей было, тем больше чирикала, смеялась, могла даже и похвастаться, что дела у нее идут так, что лучше и не бывает. Просто она убедилась, что люди никогда не помогают тем, кому плохо. Она и перед дочем, братьями, сестрами, матерью всегда делала вид, что совсем не обижает их потребительское к ней отношение. Мол, ничего страшного. Мне и самой хотелось пожизненно всех обслуживать и получать в ответ плевки и презрения. Продолжайте в том же духе. Не дождетесь, чтобы увидеть мое расстроенное лицо. Да, она никому не хотела показывать свою слабость. Если ее ловили в такие моменты, вела себя как маленькая девочка, врушая хвостуша, которая пытается скрыть, что она может быть слабой и расстроенной. Юра тогда не до конца ей поверил. Все хотел навестить. Но Юля, конечно, этому сопротивлялась. Миша был очень ревнивым, а Юра был женат. И она до сих пор не смогла задушить в себе ту первую любовь. Так мало ли что тогда. И на старуху бывает проруха. В общем, решила не поддаваться искушению. Да и выглядела она ужасно. И что теперь она скажет ему? Как будет оправдываться? В городе только одна больница, в которой есть отделение для тяжелобольных. Оставалось только надеяться, что письмо попадет в спам или что-то в этом роде. На следующее утро она позвонила Юре в 10 утра, но он не брал трубку. И Юля решила просто больше ничего не делать. Пусть будет как будет. Да уж, мне бы следовало думать о моем муже, не первой любви, подумала Юля. А сама-то недалеко ушла и счастлива только при воспоминаниях о Юре. А дому же и дела нет. Она просто отвечала за то, чтобы после ее смерти у него что-то осталось, не более. И ей хотелось выполнить эту обязанность, а потом забыть обо всем. В какой-то момент она перестала любить супруга и боялась себе в этом признаться. Юля не понимала, что ей не за что винить себя. Если долго разговаривай с человеком, который ничего к тебе не чувствует, это еще достижение, если просто испытываешь равнодушие, а не ненависть. Юля не осознавала, насколько она добра и терпелива. В это же время Михаил уже знал, что жена оставляет ему в наследство весьма солидный куш. Он и не думал, что ему так много полагается. О, вот так выгодная работа водителем оказалась. За три года заработал несколько квартир и еще солидные сбережения, сказал он сам себе в усы. Все получилось как нельзя лучше. Год на обхаживание скучной трудоголички, еще два на то, чтобы нести крест супружеских обязанностей. При этом жена вполне себе симпатичная, не какая-то там страшила. Она не грузила его, не обижала, особенно ничего не требовала, только вот куксилась, когда он приходил домой поздно вечером с запахом духов, но и то стоически терпела, особенно это не обсуждала, только смотрела глазами грустной собаки из приюта. Миша, не будь глупцом, сам в такие моменты выкатывал ей претензии, делал вид, что пришел поздно только потому, что видел ее с каким-то симпатичным незнакомцем, и тот подавал ей руку. Тогда Юля всегда на это покупалась, начинала оправдываться, объяснять, что это просто бизнес-партнер, не более того. А Миша еще больше куражился, долго выяснял детали, надувался и радовался, что курица оправдывается, потому что всем известно, того, кто обвиняет, очень сложно подозревать в том, что он сам виноват. И теперь плоды его усилий дали результат. А вот его мать в селе говорила, что он никудышный, ленивый бабник, который ни на что не способен. Предсказывала, что вернется в итоге в село и будет сидеть у нее на шее, а то и вовсе сопьется, как его папаша. Предлагал и не рыпаться и не искать счастья в городе. Но Мишка умный. Он узнал, что его друг живет в городе. Попросился пожить за символическую плату и заранее решил, что устроится водителем хорошую компанию, где водятся богатые полоумные дамочки. Он и не рассчитывал, что ему так повезет. И окучит он не кого-нибудь, а начальницу, владелицу всего. Но это тоже была исключительно его заслуга. Сначала он закрутил роман с бухгалтером. Это Люда и рассказала, что начальница одинока и вроде бы даже давно никого нет на примете. Рассказала, что поднимала братьев, сестер, вот молодость почти вся и ушла. Теперь же мечтает усыновить ребенка из детского дома. А он что, глупый упускать такой шанс? Сразу ушки на макушке. И когда заменял персонального водителя Юли, обмолвился, что уже отчаялся найти вторую половинку и собирается усыновить ребенка. Вот только зарплата у него невелика. Надо еще матери в селе помогать, да и одиноким мужчинам с неохотой дадут, если вообще разрешат усыновлять. Юля не сразу, конечно, повелась, но в ту неделю, пока ее шофер был на больничном, она прониклась по отношению к нему симпатии. Перевела на должность второго личного водителя, а дальше дело техники. Когда Юля сказала, что он напоминает ее отца, стало ясно. Глупышка проецирует на него любовь к папочке, так что шансы были очень велики. Люда он не бросил. Она, конечно, была дамочка довольно противная, но полезная, да и веселая, особенно, когда примет на грудь. Бросила трех мужей, получила наследство от матери и теперь просто искала мужчину мечты. Люда горделась своей талией и моложавостью и хвалилась, что в качестве любовников выбирала всегда мужчин моложе. Вот и Мишка, тоже был на пять лет младше. А Люда в шутку говорила, что он старенький и пора его уже менять. Миша же делал вид, что тайно любит ее. Намекал, что женится на ней после смерти жены. Люда нужна ему была для того, чтобы выгодно продать Юлин бизнес. Ну, разумеется, после того, как ее не станет. И любовнице незачем было знать, что на такой разнузнанной дамочке он женится разве что в страшном сне. Время расстаться с ней еще не пришло. Было у Люды еще одно достоинство. Она приходила в любое удобное для него время. Надо было только делать вид, что она единственная и желанная королева. Вот и все. Даже не надо тратиться на шампанское или конфеты, гостиницу, можно просто навешать лапшу на уши и поехать к ней в гости. Очень удобный вариант со всех сторон. Пока Юля лежала в больнице, Миша и вовсе переселился к Люде. И даже показал ей завещание, которое прислала жена. Пусть думает, что это денежки и ее тоже. Больше будет помогать. Бывает же так, молодая, богатая так рано уходит. Видно, ты не очень-то любил ее. Если женщин любят, они на тот свет не торопятся. Людмила отреагировала на завещание как-то неожиданно. Раньше Миша не замечал за любовницей, что та переживает за здоровье его жены. Да ты чего, Люд? Ты же знаешь, я женился на Юльке только ради тебя. Будет что тебе предложить достойное. Но не я же виноват в том, что она смертельно больна, сказал Михаил. А может ты про меня так кому скажешь, а? Ну какой-нибудь помоложе. Понимаешь к чему я? Насторожилась Людмила. Миша понял, что с цинизмом он пожалуй переборщил. И начал говорить, что Юля была хорошим человеком, надежным другом, а Люда это другое. Это женщина его мечты. И даже сделал вид, что ему жаль, что он полюбил не ту женщину, на которой женился. Логики в этом не было никакой. Людмила прекрасно знала, что он положил глаз на начальницу уже после того, как она стала его любовницей. Юля дала ему беспроцентное взаимное жилье до того, как у нее начались смеши отношения. Так что не было никакой необходимости жениться на этой богатой дамочке. Миша раньше еще удивлялся, как до нее не доходит, что все достаточно просто. Он не воспринимал серьез вообще никого кроме себя. Но неведомым образом Люда и сейчас выслушал его чушь о том, что судьба запутанное дело, и можно любить сразу двух женщин очень по-разному. Якобы Юля ему как сестра, а Люда желанная королева. Ну бред же, Ведь она меня сейчас возьмет и просто выгонит, подумал Миша. Но не сдавался. И продолжал лить в людины уши елей и усыплять ее бдительность ласками. В итоге это каким-то образом сработало, и она отстала с дурацкими вопросами. А Михаил решил быть впредь на стороже. Ему было не надо, чтобы Люда перестала ему если бы она еще рассказала его жене о том, что у них давно любовная связь. Юля, конечно, малохольная простушка, но все равно могла рассердиться и отменить завещание. Миша так устал врать и оправдываться в тот день, что чуть не забыл позвонить жене и сказать, что все еще надеется на то, что она его не покинет. Кажется, получилось не очень-то естественно. Но Люда так достала его своими вопросами, за что именно он ее любит, что на большее Михаил уже не был способен. Юля же искренне верила в то, что сказал ей муж. Ему понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя и осознать, что он ее теряет. Так что пока он не сможет прийти к ней в больницу, не хочет, чтобы Юля видела его скупые мужские слезы. Поэтому, когда санитарка сказала, что к ней пришел посетитель, пациентка очень удивилась. Кто бы это мог быть? Но не мог же Юра так быстро приехать. Он давно живет в другом городе, далеко от нее. И все же перед ней стоял именно Юрий. Он почти не изменился. Тот же худой невысокий блондин с карими глазами и ласковой улыбкой. Разве что волосы немного поредели и появились морщинки в уголках глаз, но еле заметны. В основном он остался таким же. Юр, ты как здесь? удивилась Юля. Ну как как? взял билет на самолет и прилетел. От тебя же правда не дождешься, как я понял? ответил он. Юле стало жутко неудобно. Она ужасно выглядит и получилось все как в плохом спектакле. Оставалось надеяться, он не подумает, что все подстроено нарочно. Еще некоторое время Юра объяснял, что не теряя времени навел справки и собирается сделать все, чтобы ей помочь. Я не уеду, пока не буду уверен, что ты жива, сказал он. Юр, ну это глупо, я уже точно умру, пробормотала Юля. И все же, на сердце стало так приятно. Она подумала, что именно этого ей не хватало, чтобы хоть кто-нибудь был заинтересован в том, чтобы она еще немного пожила. Конечно же он не сможет ничего сделать, не волшебник же, но все равно, хотя бы перед смертью я его увидела, подумала Юля. С тех пор он начал навещать ее каждый день. Не стал говорить, что ради нее перевелся в город. А что было делать? Юра ведь всего лишь скромный менеджер, нет у него денег, чтобы здесь жить, и Юлю он бросить не может. Юль, тебе надо делать операцию, у тебя есть шанс, нельзя сдаваться. Прошла уже неделя. Юра держала ее за руку, и она ее не отнимала. А, вот значит как, сказала, что умирает, а сама тут с мужиками рассиживается. Кто-то резко схватил Юрия за шиворот. Миша, не надо, это глупо, сказала Юля. А, так это тот самый муж, который даже давно не дрался, но смог каким-то чудом вывернуться и поставить усатому фингал под глаз. Тот зарычал и собирался дать сдачу, но пришли санитары и разняли их. Миша с воплями убежал, крикнул, что ждет объяснений, а Юра рассмеялся. Помнишь, я уже дрался за тебя в школе, правда потом неделю валялся на больничном, защитник из меня не очень-то. Это не важно, главное, что ты вообще меня защищаешь, сказала Юля. В тот день они много говорили. Юля узнала, что друг уже давно разведен. Сама же она впервые рассказала, что никому не нужна. И почувствовала, как ее внимательно слушают. На сердце будто таяли какие-то льдинки, которые кололи изнутри. Вдруг Юля сказала, знаешь, я согласна, на любую операцию, хочу жить, всем назло. Лучше живи ради себя. Юра хотел сказать, что и ради него, но не осмелился. Как-то внезапно вернулась эта первая любовь. И сейчас он понимал, насколько она хрупкая. Надо беречь, нельзя торопиться. На следующий день снова заявился Миша. Долго выяснял, не претендует ли Юрий на наследство. Конечно, говорил он непрямо, намеками, но Юля все поняла. И даже улыбнулась. Какой же он наивный. Думает, она не знает, что он беспокоится только из-за того, что она должна оставить. Не волнуйся, ты получишь свои деньги. Ну, если, конечно, я умру, сказала она. Что значит конечно? Михаил сказал это чуть ли не с возмущением. Вообще-то, у него уже были планы на ее деньги. Ты против того, чтобы я осталась жива? иронично спросила Юля. Миша начал смешно и глупо оправдываться. Она вздохнула. Захотелось развестись прямо сегодня. Что было с ее самооценкой, если она вышла замуж и жила с этим человеком? Тем временем, Михаила очень обеспокоило желание его жены вышить. И он стал наседать на хирурга, чтобы тот отложил операцию. «Иван Геннадьевич, я же вижу, что это может быть опасно для моей жены. Будет громкий скандал, если она не выживет», сказал Михаил. Он знал, что у доктора есть проблемы с деньгами. Его сын влетел в дорогую машину и теперь должен был выплатить огромную сумму, иначе у него могли появиться разнообразные неприятности. Но все же совесть у хирурга оставалась, потому прямо предложить взятку было нельзя. Вот Михаил и упирал на то, что так просто будет лучше для всех. «Даже не знаю, как поступить. Знаете, на нас, хирургах, большая ответственность. Выживших никто особо нам не засчитывает, а вот если кто умирает, вешают всех собак», сказал врач. «Тем более, я же не прошу ничего такого, просто надо подождать. Поймите, я не хочу, чтобы Юля мучилась перед смертью, лучше пусть Михаил». Хирург помялся и взял деньги, но еще долго оправдывался, что делает это из благих побуждений, уговаривал свою «лучше пусть так уйдет» совесть. И Миша ему в этом только помог. Все обстояло не так просто. Этот Юра, который когда-то был женихом Юли, говорил ему ровно обратно, уговаривал спасти. И даже пришлось рассказать ему про того гениального хирурга-отшельника, чтобы отвязаться. И все-таки Ивана Геннадьевича не оставляла мысль, что Юля и правда может выжить. «Ладно, я сделал все, что мог». Рассказал про Александра Петровича, «Если этот Юра его найдет и сможет добиться операций, то так тому и быть. Я буду не при делах», так решил врач. Подумал, надо просто мыть руки, он ведь не сделал ничего плохого». Взял кредит в банке, чтобы нанять детектива и выйти на след того гениального хирурга. Он не смог бы себе простить, если бы не сделал все возможное. И хотя Иван Геннадьевич предупредил, что тот скорее всего откажется делать операцию, даже если его найти не сдавался. Детектив сообщил, что гений живет в глухой деревеньке, так что надо было добираться на поезде, двух автобусах, а еще потом взять такси. Но Юра это не остановило. Когда он добрался до нужного места, было уже темно. «Где тут Александр Петрович?» спросил он у подвыпившего мужика. «Хирург, что ли?» спросил тот. «Ну да», ответил Юра. «А тебе он зачем? У него вообще собака злющая», сказал мужик. «Слушай, возьми на пол литра и скажи, где он живет, а остальное мои проблемы», ответил Юрий. «Вот это дело». Незнакомец с радостью взял деньги и указал на домик на самой окраине. Юрий не мог себе представить, что под злой собакой имелся в виду здоровенный Алабай. Он со всех ног, с оглушителем лаем сразу бросился к гостю, как только он открыл калитку. «Ну вот, здесь меня и сожрут», подумал Юрий, решив, что цепь слишком длинная, не успеет убежать, а поворачиваться спиной еще хуже. И потому, сняв куртку, выставил ее перед собой на вытянутых руках. Парка была длинная и закрывала ноги. Это могло хоть как-то помочь, ну, гипотетически, если забыть, что Алабай ростом с Юру, и у него огромная слюнявая пасть. Юра почувствовал боль в руке и сосредоточил все усилия на том, чтобы просто не упасть. Эй, Тишка, давай-ка потише. Юрий очнулся от какого-то голоса. Алабай куда-то подевался, а пожилой мужчина с добрыми голубыми глазами осматривал его руку. Не сердитесь на него. Тишка хороший парень, просто с ним плохо поступили. Продали дома и привязали в лесу умирать. Если бы не я, Тишка бы окалел. Даже не знаю, а теперь защищает меня, сказал пожилой хозяин и добавился вздохом. А вы как к нам забрели? У нас чужих не бывает. Понимаете, Александр Петрович, есть женщина, которую я люблю больше жизни. И я приехал умолять вас спасти ее, сказал Юрий. Фу, ну тут дело такое, сложное, я как бы немного не в себе. Семья у меня погибла в пожаре, да и не практиковал давно. Сказал дедуля задумчиво. Послушайте, она либо умрет, либо вы ее спасете, другого выхода нет, сказал Юра. Эки, ты горячий, даже тишку не побоялся, видать, правда любишь. Ладно, давай-ка, знаешь что, заключим сделку. Ты оформишь опекунство над Димкой, это мой названный внук, беспризорник, которого я приютил, и тишку не бросишь, когда я умру, а я попробую помочь, сказал Александр Петрович. Конечно, я согласен, заберу ваши чудища и Диму тоже. Юра еще не знал, как все это осуществит при своих доходах, но решил, что стоит рискнуть. И учти, я не гарантирую, что твоя Юля выживет. Понял. Но уговор в любом случае будет действительным, согласился Юрий. Что ж, тогда по рукам. Александр Петрович почему-то улыбнулся. Видимо, который чуть не загрыз гостя, теперь лежал у него в ногах и лизал пальцы ног. Он умный, понял, что надо с тобой дружить, сказал пожилой хирург. Не прошло и недели, как завертелась невидимая махина связи Александра Петровича. И вот он уже созвал врачебный консилиум, чтобы хирурги решили, стоит ли делать операцию. Я осмотрел больную, вот какие есть нюансы. Начал он свой рассказ. Важно было убедить всех, что он находится в адекватном состоянии и понимает, что делает. В итоге, после обстоятельного доклада, большая часть коллег поддержали Александра Петровича. Все понимали, что если не получится у него, то и вообще никто не справится. Иван Геннадьевич пытался воздержаться от голосования, но в итоге решил, что не стоит идти против коллектива, а то еще в чем-нибудь заподозрят и тоже проголосовал за. В конце концов, этот Михаил дал ему деньги только за то, чтобы он лично не стал проводить операцию. Да и долг сына он уже оплатил, так что вернуть не получится в любом случае. «Ничего не знаю, сделайте что-нибудь», сказал Михаил, которому эта новость не понравилась. «Ну что, не я же оперирую», сказал Иван Геннадьевич. «Да хотя бы уничтожьте медкарту, может этот дед ошибется в чем-то и Юлька все же сдохнет». Михаил и не думал скрывать теперь, что надеется на летальный исход. Иван Геннадьевич так и поступил. А еще решил, что для верности можно украсть конфиденциальную информацию об операции, которую Александр Петрович хранил в своем кабинете. Так что, дождавшись его ухода, он вскрыл дверь. А когда включил фонарик, увидел, что пожилой хирург спокойно сидит себе в кресле и смотрит ему прямо в глаза. «Что думаешь, я глупее тебя, сынок?» спокойно спросил отшельник. Делать было нечего. Иван Геннадьевич решил, что лучше всего признаться. «Ладно, потом решу, что делать. Не хочу расстраивать Юлю перед операцией. Не зачем ей знать, какой подлец ее муж», сказал пожилой хирург. «А ты больше не шали, а то я не смогу больше найти причин тебя пощадить». Иван Геннадьевич клятвенно пообещал, что так и сделает. Если Миша его еще о чем-то попросит, все доложит. Операция была назначена на следующий день. Михаил пытался дозвониться до купленного им хирурга, но тот пропал с радаров. Пришлось позвонить совсем лихим людям. Эти сказали, что можно вывести из строя трансформатор. И за огромные деньги согласились сделать все быстро. Что делать? Медсестры и ассистент Александра Петровича пришли в ужас. Операцию они уже начали, пациентка была под наркозом. Подключайте резервный генератор. Пожилой хирург много чего повидал на своем веку. Да мы не успеем, в ужасе сказал ассистент. Будем стараться, сделаем все возможное. Александр Петрович знал, что нельзя поддаваться панике. И просто делал свое дело. Ему казалось, что время остановилось. Руки сами на автомате делали свою работу, а мозг анализировал уже после того, как все было готово. Получалось, что успели. И вроде все вышло хорошо, но пока точно не было известно. Тем временем Юрий оформлял развод. Он случайно брякнул Юле, что уже разведен. Это было почти правдой, ведь с женой они давно не жили. Но все же он хотел, чтобы правда была окончательной. Ему предстояло отдать долю в квартире, еще продать, чтобы жена получила деньги. А жить ему было пока негде. Да еще и на нем висел кредит. И куда он заберет бывшего детдомовца и огромного пса? А ведь обещал. Оставалось только надеяться, что Александр Петрович не умрет в ближайшее время. Ничего, главное Юля идет на поправку, а все остальное как-нибудь сложится. Сынок, да не переживай ты так, сказал Александр Петрович, когда случайно послушал его разговор с другом, у которого Юра пытался взять взаймы крупную сумму и объяснял ситуацию. Я завещаю тебе свой дом, вот и все, только жену найди, пожилой хирург ему подмигнул. Нет, мне никто не нужен, кроме Юли, а я не уверен, что нужен ей, вернее уверен, что мы точно не пара, она теперь выздоровеет и начнет все сначала. Юля к удивлению Юрия не расстроилась, узнав о пакостях мужа и была полна планов на жизнь. Ну а с Мишей подала на развод. Ты мне еще не делал предложение? Юля вошла в кабинет хирурга неожиданно. Она просто хотела попросить пораньше ее выписать, чтобы разобраться с делами, и услышала весь разговор. Выходи за меня. К ее удивлению Юра извлек откуда-то из внутреннего кармана пиджака кольцо и протянул ей. Ничего себе, ты его всегда с собой носишь. Она удивилась, что еще и кольцо подошло по размеру. Извини, просто услышал, как ты отправила мужа в освоясь и сказала, что любишь меня. Тогда и купил на всякий случай. Юра покраснел. А Юля не думала, что он был свидетелем того скандала. Миша с вызовом спросил, мол, на что она собирается жить с нищебродом. А она ответила, что еще как собирается. А ему ничего больше не светит. Юля согласилась выйти замуж. Она не так уж и быстро шла на поправку, но зато теперь желание жить усиливалось с каждым днем. Александр Петрович присматривал за ней. И как бы, между прочим, рассказал о том, что ее муж сделал все для того, чтобы ее не стало. Не хотел тревожить перед операцией, но надо как-то подстраховаться, обезопасить себя, сказал пожилой врач. Спасибо вам огромное. Я, пожалуй, найму детектива, постараюсь узнать, чем занимается мой муж. Знаете, для меня совсем не новость, что Миша меня не любит. И все-таки как-то грустно, что он хотел моей смерти, призналась она. Я вот не уверен, что это желание уже прошло. Вздохнул Александр Петрович. За свою врачебную практику он повидал немало случаев и знал, что некоторым трудно смириться, когда богатый член семьи не собирался умирать. Увы, иногда смерть вызывала у таких вот близких намного больше радости, чем то, что операция прошла успешно. Юля решила последовать совету мудрого врача. Очень вовремя услышала, что Люда собирается все же помочь и отправиться на тот свет и пробраться в палату, вколов специальный препарат. Она даже договорилась с Михаилом, что тот напишет ей расписку на огромную сумму, чтобы точно потом не обманула. Сказала, что не доверяет. Ты что-то дороговато просишь? Я вообще-то и сам могу вколоть жене препарат. В конце концов, это я снижил и мучился, сказал Михаил. Ну и пожалуйста. Только вот она не повелась на этот раз на твои ухищрения и лезть. Выгнала тебя. Думаешь, я не знаю? Сказала Люда. Ну сбав хотя бы процентов двадцать. Ты же половину хочешь забрать, будто жена, возмутился Михаил. Так ты вроде и хотел на мне жениться, ехидно сказала что очень обидно что она ему не доверяет. Слушай, как вообще можно доверять тому, кто соглашается убить свою жену и еще при этом торгуется, удивилась Люда. Она конечно была циничной, но наглость Михаила просто зашкаливала. Они плохие люди хотят убить и поживиться, так зачем притворяться кем-то другим? Ладно твоя взяла, согласился Михаил, и они договорились, что в эти выходные Люда проберется в палату. К сожалению, детектив рано отключил прослушку, иначе бы он узнал, что в итоге они решили осуществить задуманное быстрее. Так и вышло, что на выходные Юля наняла охрану, а Люда прокралась к ней на несколько дней раньше. Юля спокойно спала после процедуры, а Александр Петрович ждал, когда она проснется, чтобы обсудить план лечения. Вы кто? Хирург удивился, увидев крашеную блондинку с ярко-красными губами неопределенного возраста. Медсестра Людмила показала на белый халат. Я вас не не знаю, возразил Александр Петрович. Он поднялся и решительно преградил ей путь. Да мне плевать, старик. Люда решила, что в коле то кол и ему тоже. На кону стояли большие деньги, а он все равно уже древний, никто и не будет разбираться. К тому же она не просто так заплатила человеку, который пообещал стереть все записи на камерах. Мать Люды сидела в свое время в местах не столь отдаленных 10 лет и потому обзавелась разными знакомствами. Когда Людмила была маленькой, помогала матери в разных вещах, а опыт, как говорится, не пропьешь. Это сейчас она вся такая приличная бухгалтер, но было в ее жизни разное. Так что рука Люды умерла и она всадила шприц. Александр Петрович упал как подкошенный. Она подняла глаза и увидела, что Юли, которая только что спала, на месте не было. Зато в коридоре слышались топоты и крики. Мерзавка на помощь позвала, ускользнула. Люда попыталась тайком выйти из палаты, но ничего не получилось. Александр Петрович вопреки всему почему-то не умер, хотя все говорили, что это чудо. Провалялся в больнице два месяца и все-таки очухался. «Я еще не решил Димкину судьбу и дом не переписал на Юру. Умирать было бы безответственно и не своевременно», сказал Александр Петрович, когда очнулся. «Врачи полюб 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 у меня никогда не было никого, кто сделал бы для меня столько, как вы и Юра», призналась она. «Ну что ж, погащу какое-то время, а там видно будет». «А что там с этой полоумной дамочкой, которая хотела меня убить?» спросил Александр Петрович. «А на Люду уже завели дело. Она с потрохами сдала своего любовника. Так что можно их не бояться. Теперь они соревнуются, кто кому больше причинит вреда. Даже в полиции смеются, мол, ничего расследовать не надо, любовники сами друг друга сдают. Оказывается, это Люда даже записала разговор, в котором он признается, что подкупил врача, затем сломал трансформатор и одобрил ее покушение», «Что ж, это хорошо, значит, за тебя можно уже не бояться», обрадовался пожилой хирург и подумал, что было бы неплохо задержаться в городе. Когда узнали о его возвращении в профессию, записались чуть ли не на год вперед. Так что стоило бы остаться, но не бросать же людей, они надеются, верят, в конце концов, но для чего он выжил? Юля сдержала свое обещание. Купила огромный дом, в котором поместились и Дима, и Тиша, и Александр Петрович, и наконец-таки обрела любящую семью. Сложнее всего приходилось пожилому хирургу. Его все мучили кошмары. Он норовил уехать в свой дом. Но когда названный внук сообщил по секрету, что Юля ждет ребеночка, решил остаться. Он всегда мечтал о большой любящей семье. Одну Бог забрал, зато послал другую. Значит, он на своем месте. Юр, а почему ты тогда обнимался с другой? Юля только несколько лет спустя рассказала, что видела его с Мариной. Про разговор с его мамой решила не упоминать. Зачем? Она уже умерла и нехорошо вспоминать грехи. Юль, она просто рассказывала мне, что выходит замуж наконец-то, за моего друга. Приглашала на свадьбу, говорила, что ждут ребенка. Она еще хотела тогда избавиться от малыша. Поссорилась с моим товарищем, а я их уговорил помириться. Вот и радовался за них, признался Юра. Как ты могла не спросить меня? Я бы все объяснил. Зачем сказала, что нашла другого? Даже не знаю. Ну, так, наверное, мы устроены. Чем сильнее любим, тем быстрее обижаемся. «Нет, я никогда тебя теперь не отпущу», сказал Юрий, и, взяв на руки маленькую дочку, пошел укладывать ее спать. Юля и так устала, а он был рад помочь с Иришкой. Ну, кто бы мог подумать, что он так безумно полюбит детей. Да, день у жены выдался непростой. Дима выиграл соревнования по шахматам, она ездила с ним, потом готовила праздничный ужин. Александр Петрович, к сожалению, не смог выбраться, поскольку, как всегда, был на операции. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.